Всем привет! В этом видео я дам вам несколько советов по атмосферному освещению и композиции сцены в Eevee для Blender 2.8. Мы поговорим о целевом использовании источников освещения для комплектования сцены, а также о способах описания размера и расстояния для зрителя. Переведено и озвучено Brainy Man. В процессе подготовки я сделал несколько минималистичных сцен для демонстрации тем разговора. Если хотите сами поиграться с ними, то можете скачать их бесплатно по ссылке в описании. Перед тем, как мы начнем, пару слов стоит сказать о противостоянии реализма и крутости. В нашей работе композиция освещения, вероятно, самые важные элементы, потому что без освещения вы ничего и не увидите. Зачастую мы фокусируемся на чем-то одном, скажем, на персонажа в позе. Тогда желательно сначала игнорировать реализм и просто заполнять сцену светом с одной целью — сделать так, чтобы персонаж выглядел круто. Для этой задачи так и нужно работать. Но в этом видео мы займемся атмосферным освещением, что более всего подходит для описания композиции окружения. Всегда помните, что правила созданы для того, чтобы их нарушать. Так что вы можете скрещивать ваш стиль освещения, создавая нереалистичный круто выглядящий свет на переднем плане и более реалистичный для фонового окружения. Начнем мы с разговоров об источниках освещения. В первую очередь, при формировании сцены вы должны думать о потоках энергии и путях их визуального описания. Откуда должен идти свет? Создание реалистичных источников освещения может помочь продать правдоподобность сцены. Для этого примера я создал городской пейзаж силуэтом человека. Конечно, вы не должны копировать реальность, если этого не хотите, но когда дело доходит до освещения города, большая часть света идет от уровня земли. Зачастую сопровождают дороги и шоссе, плюс там рекламные баннеры и все типы декораций, они вот на этом уровне. Вся эта энергия создает очень узнаваемое световое загрязнение, которое просачивается в небо. Мы можем симулировать это через волюметрик Lightning Weave. Если вы живете в большом городе, то наверняка знакомы с искусственным оранжевым освещением неба после захода солнца. Конечно, свечение не обязательно должно быть оранжевым. Единственное, почему я это использовал здесь, схожесть с реальным миром. Главная цель, чтобы зритель мог распознать, откуда исходит свет, даже если он не в кадре. В этой сцене большая часть света исходит снизу и просачивается вверх в небо. Объемный шум помогает продать чувство атмосферы. Вы можете создать нечто подобное, подключив Principled Volume к пункту Volume World Output, предварительно подсоединив текстуру шума на небольших значениях к Color Ramp. Тут можно потыкаться, пока не получите нужный эффект. И этот эффект суперски подходит для создания противоречивой атмосферы. С некоторыми дополнениями вы можете легко создать низколежащий туман или далекий дождь. Получается весьма удовлетворительный визуальный эффект, когда мы двигаем камеру, что позволяет продать чувство глубины. Еще один плюс использования Volume для создания такого цвета в том, что он доносит расстояние между объектами. Вместе с тем, как он подчеркивает границы силуэтов для большей ясности. Для примера, здесь у нас есть базовые геометрические структуры, представляющие здания. Без волюметрик лайтнинг сложно сказать, где они заканчиваются и как близко они друг к другу. Все это из-за слабых участков. Но когда настройка включена, промежуточное освещение дает куда больше ясности в определении структур. Также заметны оттенки на накладывающихся силуэтах. Совмещая это с движением камеры, оно четко демонстрирует расстояние между объектами. Сейчас мы поговорим об освещении на дистанции. Яркие световые зоны часто используются для привлечения внимания зрителя к месту. Хороший способ указать расстояние до точки — уменьшить размер деталей в фокусе. Это означает наличие массивных фигур на переднем плане и маленьких кластеров фигур на заднем плане. Композиция здесь важна для направления потока. Заметьте, как платформа, на которой стоит персонаж, показывает направление дальней фокусной точки. Не постесняйтесь скачать файл и поэкспериментировать с перспективой. Сейчас мы переместимся к закадровым источникам освещения. Представление света, исходящего из-за пределов видимой зоны, помогает придать образ композиции, а также поднимает вопрос о том, откуда исходит свет, и подразумевает, что и за пределами человеческого взгляда есть мир. Вы можете использовать это как свое преимущество и создать цветовые лучи, которые подсвечивают точки фокуса сцены. Опять-таки, создание этих атмосферных полос света подразумевает включение волюметрик. Слева вы также можете заметить, что я создал пробел между структурами, где я разместил коллекцию света типа Area, что дает нам дополнительный свет из-под поверхности. Еще одна штука, которая может сотрясать умы людей — отсутствие света так же важно, как и его присутствие. Накладывание тьмы на светлые участки имеет такой же мощный эффект, как и это действие наоборот. Тьма поможет нам показать иную визуальную историю. Это не обязательно должно быть как передний план против заднего. Здесь у меня два примера одной сцены, где персонаж размещен во тьме. Полоски света создают переменный эффект света и тьмы по всей сцене. На первом изображении слой тьмы выступает на переднем плане, в то время как на второй картинке дело вообще не в этом. Они оба выглядят круто. Но вторая картинка скомпозирована с участием большего числа слоев света. Чтобы быстренько завернуть все, о чем мы говорили, я сократил объем информации до четырех основных идей. Первая — опишите источники энергии. Вторая — скомпонуйте элементы на большом расстоянии. Третья — найдите применение закадровому свету. И четвертая — отделите тьму от света. Да, это однозначно не всесторонний разбор темы, как создать лучшее освещение, но если у вас когда-либо были проблемы с ним или с композицией, то, надеюсь, эти упрощенные пункты помогут вам в дальнейших композингах. Не забывайте, что вы всегда можете скачать плент-файлы, показанные в этом видео, совершенно бесплатно, по ссылке в описании. Хотелось бы поблагодарить всех, кто помогает мне с переводами, присылая материалы, ставя лайки, комментируя и подписываясь. Огромное спасибо тем смельчакам, что поддерживают BrainyMan на Патреоне. Вы крутые. А еще есть группа ВКонтакте, я там тоже стараюсь много постить по 3D-шке. Короче, спасибо всем и услышимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok